Меру Панишата Ваду Часть первая Ученик Луна была полной и освещала великолепие снежных вершин. Рассвет уже забрежил, окрашивая край небосвода в молочный цвет, и звездное небо начало менять свой вид. Постепенно звезды на востоке стали исчезать. Огни жертвенных костров были словно отражением небесной красоты. Они, как могучие исполины, поднимались вокруг, пожирая возлияние. После каждой порции они вспыхивали с новой силой. Огни придавали волшебную изменчивость всему пространству вокруг. Фигуры жрецов в медленных, ритуальных движениях, возносящих взоры к небесам, были полны величественности. Ведны ночи звезды, скрываются при наступлении дня. Озирая все вокруг, бродит луна. Непреложные обеты Господа. Это его космический порядок. Мы приветствуем это желанное сияние светил. Да осветит оно на наших сердцах. Оглашали молитвы тишину ночи. Слова, переплетенные с мелодией, изливались в ночь, словно струи энергии, словно птицы, устремленные ввысь, к иным сферам, к неизведанным мирам. И казалось, что светила участвовали в литургии. Ночь благоухала от симфоний запахов. Жертвенного меда, масла, ароматических смол, лепешек, запаха свежескошенной травы. Но над всем властвовал запах сома. Так и должно было быть, ведь это была огненная церемония, ритуал возлияния сома. Теорию он знал, ибо с восьми лет его обучали ведом. Но эту волшебную ночь он соприкоснулся с ведой, ибо изведал ритуал, пропустив через себя, через звуки и запахи, через образы и вкус. Отец посчитал его настолько выросшим, что допустил к литургии. Допустил как полноправно, как жертвователя. Впервые ему разрешили отведать эликсир. Сому. Хотя, учитывая его юность, крайне умерен. Но в течение ночи было влито в огонь столько сомы, что сам воздух как будто изменил свою суть, впитав пряный запах эликсира. И юноша ощущал, что каждый новый вдох просветлял его разум. Не было ни опьянения, ни отупения. Воистину, сома была царем растений, ибо очищала ум, просветляла, наполняла сердце благочестием и праведностью. Наверное, это и есть вера, возвращалось сознание снова и снова. Он как бы ощущал благочестие древних мудрецов через гимн, через мелодии, через сияние ночного небосвода, через запахи и звуки, через образы и вкусы. Возбужденные сомой его органы иначе видели, иначе слышали, обоняли. То, что там наверху, то и здесь, внизу. То, что там в звездах, то и здесь, внутри нас. От смерти к смерти идет тот, кто не видит этого единства. Звучали голоса, а тоскливая, чарующая мелодия давала словам возможность проникнуть прямо в сердце. Комб стоял в горле. Сознание странно отзывалось на тексты гимнов, а мелодия усиливала это действие. Казалось, разгадка почти рядом. Он ощущал это в груди, а не умом. Это воспринятие сердцем было чем-то совершенно иным, как будто в нем, внутри, начал просыпаться некто иной, набухая, разрастаясь. Наверное, это и есть вера. Опять пронеслось в уме. От восхищения его глаза наполнились слезами. Тело покрылось гусиной кожей. Волосы на затылке зашевелились. Мысли изменили свою природу. Он думал не словами, а образами. Он слушал не слова, а смысл, передаваемый этими словами. Ушас, рассвет, уже вступил в свои права. И жрецы перешли к финальной части литургии. Они воспевали праведность и щедрость заказчика церемоний, отца-юноши. Даруй ушас этому жертвователю жизнь. Не прерывай некий его потомство. Восвети удачей. Индра, царь богов. Прогреми богатство. Победы, славы, славы для него. Адм, адм, полной мощи. Обеспечь безопасный переход в мир предков, чтобы он увидел отца и мать. Юноша бросил взгляд на отца, сидевшего рядом, чье лицо отражало игру костров. Его строгие черты как будто смягчились. Он был поглощен ритуалом. Слушал последние гимны с полным вниманием, как будто впитывал пожелания жрецов. Огромные средства, потраченные им для этой пышной литургии, как бы сгустились в эти последние слова. Он с легкостью отказался от своего богатства, пожертвовав почти всем, согласно древнему закону. Теперь он был спокоен. Боги были удовлетворены. Слова гимнов, мольбы о его благополучии, о его родных были вознесены ввысь. Он ощущал огромное удовлетворение от этого утра. И от первых лучей солнца, осветивших небо в розовый цвет. От ощущения выполненного долга перед богами, перед предками, он как бы окутался в мантию долга. Эта ночь была особенной, ибо впервые он допустил сына к литургии. Именно для него он и постарался сделать все безупречно. Президи всех остальных, перещеголять в отказе от богатства. Теперь он был спокоен за его судьбу. Не раз жрецы произносили и его имя, чтобы Агния возвестила его среди богов. Все потраченное на эту церемонию превратилось в небесную благодать. И будет оберегать сына, дарует долгую, счастливую жизнь. Отец взглянул на сына и поймал его взгляд. Юноша отвел взгляд от отца. Отец казался довольным, хотя сохранял на лице невозмутимость соответствующей ритуальности момента. Его так легко было видеть насквозь. Своим измененным сознанием юноша воспринимал мироздание иначе, чем когда-либо. Он как будто слышал, о чем пели птицы, о чем шептал ветерок. Или о чем говорили снежные вершины, искрясь отблеском появившегося солнечного диска. С наступлением утра литургия закончилась. Пришло время оплаты жрецов. Те столпились вокруг даров, предназначенных им. Солнечные лучи осветили то, что скрывало ночь. Темнота скрывает недостатки людей. Юноша увидел сосредоточенные лица жрецов, с алчностью в глазах, распределяющие богатые дары, жреческую долю, пожертвованную отцом. Фигуры жрецов лишились величественности. Они уже не казались посредниками между небом и землей. Юноша видел их, словно впервые. Он был разочарован. Он ощущал отблеск гармонии, космического закона, который как будто снизошел на участников литургии этой ночью. Его чистый, юный ум уловил нечто за таинственными словами и действиями. Это нечто затмило собой все остальное. Он знал, что не обретет покоя, пока не исследует это новое, лишь смутно уловленное его умом. Но вокруг не было никого, кто мог бы стать его проводником. Слепец, ведомый слепцами, возникла мысль, наблюдая отца, распределяющего подарки между жрецами. Он удивился этой своей мысли, ибо еще никогда в жизни не ощущал ничего подобного. Наверное, это и есть вера, была последняя мысль перед тем, как он начал говорить. Эти жрецы не кажутся способными помочь нам. Они сами блуждают во тьме отец. Он наблюдал перемену на лице отца. Но вера, наполнившая его сердце, давала ему непоколебимую уверенность в своей правоте. Так что он не испугался ярости отца, не знающего предела ни в щедрости, ни в гневе. Тебя больше нет среди живых для меня. Я ухожу, отец. Эта ночь навсегда изменила его. Он знал, что ничего уже не удовлетворит его, пока он не найдет то тайны, чему лишь мельком прикоснулся этой ночью. Он повернулся и ушел в неизвестный мир. Он шел в сторону заходящего солнца уже давно. Очень давно. Он прошел Арьяварту и большую часть Арьяны. Устав, он садился для отдыха или засыпал под тенью дерева. Священный шнур, символ духовного сословия, оберегал его от опасности пути. Вокруг была обетованная земля из легенд, прародина Арьев. Юноша находил приют в безопасности пропитания, согласно неписанному закону гостеприимства. Гость от Бога. Это было фундаментом арийского образа существования. Арья означало в первую очередь гостеприимный, а уже отсюда благой, благородный, возвышенный. Люди становились все гостеприимнее, чем дальше продвигался он на запад, к белым вершинам, в горной обители, где, согласно легендам, впервые снизошел небесный огонь, способный превращать смертных в бессмертных. Там жил бессмертный, страш небесного огня, сын солнца. Его имя не было подлинно известно. Одни называли его Ямой, другие Ямой, третий Иманом. Они говорили о нем, как о человеке, ставшем бессмертным. Другие считали Богом потустороннего мира. Говорили, что он не может умереть, иначе как по собственному желанию. Говорили, что поскольку он первым из людей нашел великий переход, то Всевышний сделал его господином за предельные дали. Юноша верилась во все это с трудом. Эти рассказы были настолько невероятны, противоречивы. Но поиск вел его сюда, в легендарную горную обитель, ибо нигде он не нашел того, кто бы смог удовлетворить его жажду знаний. Он встречал странных людей, проповедников, бородячих аскетов, поклонников самых невероятных культов. Чаще это были члены иных, неарийских обществ. Но иногда попадались в путешествии жрецы, правящие арийским миром. Юноша как будто смог удержать ту ясность ума, которую ощутил во время той давней ночи. Кто бы ни попадался на его жизненном пути, как бы ни был одет, молодой человек видел собеседника насквозь. Он слушал не слова, он как бы сматривался с самих говорящих. Все они старались казаться мудрыми, но их слова были пусты. Их глаза выдавали страх, алчность, похоть. Он знал, что тот, кого он искал, будет говорить иначе. И будет выглядеть иначе. Он слушал давно, с тех пор, как убежал из дома. Слушал многое. И постепенно в разных сказаниях от самых разных людей узнал об этом легендарном существе, бессмертном, обитающем между мирами. И вера повела его к нему. Это было словно лампа, зажженная в сердце. Она вела его, давала силы, упорство, оберегала от опасностей. И юноша был устремлен к этим вершинам, словно стрела, летящая к цели. Оставалось всего несколько дней пути до них. Он остановился, чтобы передохнуть и оглянуться. Тропинка, заросшая травой, поднималась вверх, извиваясь сквозь ущелья. Ею пользовались крайне редко. Впереди виднелись покрытые снегом вершины, сурово возвращающиеся над ущельем. Слева скальный массив, называемый брошенным девом. О нем он узнал внизу, в долине. Пастухи рассказали древнюю легенду о сражении между девами и асурами. Они же рассказали о роднике Имана, о пещере, куда нельзя заходить. Но рассказы были короткими. В глазах рассказчиков ощущался страх. Этот страх передался ему. Каков же долг гостеприимства такого существа, как бессмертный, вертелось в уме. Как он встретит меня? А что, если меня ждет смерть? Подобно зерну рождается и созревает смертный. Не я первый, не я последний. Попытался он подподрить себя и продолжил путь. Часть вторая. Учитель. Бесподобие блаженного покоя было нарушено. На самом краю сознания поднялась едва заметная рябь. Постепенно он ощутил пласты своего естества. Все ниже и ниже. Вплоть до бездыханного, окоченевшего тела, в котором едва теплилась жизнь. Он перенес внимание на дыхание и прибавил интенсивность. Сердцебиение, следуя за темпом легких, участилось, постепенно возвращая к жизни окоченевшие члены. Он чуть пошевелил пальцами рук, медленно поднял их с колен и потер лицо, глаза. Лишь после этого смог разлепить веки. Темнота. Медленно, очень осторожно он вытянул ноги. Затекшие от продолжительной неподвижности, они наполнились болью, как от укуса тысячи муравьев. Он блокировал боль и подождал, пока жизнь вернется в них. Наконец, осторожно встал, опираясь рукой о выступы в стене пещеры. В темноте, шагая осторожно, ощущая трость в ногах, он стал пробираться к выходу. Дорога петлялась, извивалась. Он проходил этот путь столько раз, что знал каждый выступ, каждый угол. Постепенно темноту сменил свет, проникающий через ход. Он зажмурил глаза и вышел на свет, ожидая, пока сможет адаптироваться к нему. Медленно, очень медленно он открыл их, еще щурясь от солнечного света. Сознание, сознание еще несло отпечаток покоя и воспринимало происходящее, словно наваждение. Словно сон, виден и много раз. Он опять, который раз шел этой дорогой, из глубины пещеры, где не доходило ни звука, к выходу, где были звуки птиц и ветра, где солнце и луна сменяли друг друга, благословляя всякую жизнь. Уже осень. Какая по счету? Он не помнил. Последний период жизни в этой пещере после ухода учителя было словно сновидение, которое воспринимается отрывками. Он выходил в мир все реже и реже. Пребывание в глубине и темноте пещеры с закрытыми глазами, с остановленным дыханием, мыслями, без движений, без признаков жизни. В бескрайних просторах экстаза продолжалось все дольше. Времена года сменяли друг друга, словно волны на берегу моря. Если бы не слово данное учителю, он бы остался там, в глубине экстаза навсегда. Это обещание держало его привязанным, словно нить воздушного змея. Как бы он не утешил ум, это обещание сохраняло свою силу, вновь и вновь возвращая его в это старое тело, в этот несовершенный мир, от которого он отказался давным-давно. Он должен был дожидаться, не мог прервать цепь. Это было его долгом, и он нес это время. Юноша сидел под тенью нависающего скального выступа, укрываясь от полуденного солнца. Его тело ослабло от путешествия. Он был голоден, ибо за последние трое суток не ел ничего, а до этого, во время всего путешествия, питался от случая к случаю. Он ощущал слабость и уже не был уверен, сможет ли возвратиться назад, дойти до ближайшей деревни. Хватит ли ему сил на это? Вот уже три дня и три ночи он ждал у входа этой пещеры, располагающейся недалеко от иманового родника. Легендарный мудрец не показывался. День сменял ночь в надежду разочарования, решимость чувством жалости к самому себе. Эти дни и ночи были самыми длинными в его жизни. Постепенно благоговейный страх сменился отчаянием. Его поиски оказались тщетными. Легенды лгали. Вход в пещеру словно манил его войти внутрь и поискать, убедиться, обитая ли мы она, есть ли внутри кто-то. Но он ни за что бы не сделал этого, ибо из рассказов знал, что должен покорно ждать у входа столько, сколько сумеет оставаться без еды и крыши над головой. Усталости и тоска проникали в него все сильнее, подчиняя все его существу. Слезы время от времени строились по его юному лицу. Это была жалость за себя, за свое решение, за сожженные мосты. Назад дороги не было. И уже испив чашу отчаяния до последней капли, дойдя до предела, вдруг он заметил живого мертвеца, выходящего из пещеры. Казалось, самые страшные легенды подтверждались. Аскет отлично знал, как его исхудало, белое от постоянного пребывания в пещере лицо действует на людей. Он помнил несколько случаев, когда непрошенные гости обращались в бегство при его появлении. Он помнил себя, молодым, также ожидающему входа в пещеру. Помнил те страшные сказки, которые тогда питали его страх. Помнил свой ужас, впервые увидевшим учителя. Теперь, спустя долгое время, уже он сам вызывал такой же страх. Наверное, он стал похож на учителя. Длинные волосы и борода, исхудалая, как скелет тела, белая, от долгого пребывания без солнца кожа. В груди потеплело. Даже старое тело стало более терпимым. Воспоминание об учителе было самым теплым, светлым из всего остального. После каждого возвращения из экстаза, вновь превращаясь в человека, ему требовалось как бы сознательно окунуться в маю, найти некие теплые воспоминания, светлые мгновения прошлого. Лишь этим он черпал силы, фанатично исполняя обет, данный учителю, не оставаться в бескрайних глубинах экстаза и вновь и вновь возвращаться в эту реальность, на эту планету, в эту пещеру, в это старое тело. Теперь, обнаружив у скалы юношу, с ужасом наблюдавшим за ним, аскет идеально, во всех деталях вспомнил самого себя, точно так же сидевшего здесь много, много осени тому назад. Вспомнил свой страх от непривычного вида учителя, так же, как теперь он сам, вышедшего в мир после глубокого экстаза, и вспомнил облегчение от одного его взгляда. Вспыхнув и калейдоскопически промелькнув перед его внутренним взором, эти воспоминания вылились в один единственный взгляд. Взгляд, наполненный теплотой и гостеприимством. Юноша вдруг ощутил, что эти глаза, как будто говорили с ним, хотя и не было произнесено ни одного слова. Они как будто улыбались, хотя лицо аскета оставалось каменным. Все то, что обычные люди передают мимикой, это существо излучало прямо из глаз в глаза. И юноша ощутил, что ощутился дома. Попал туда, куда стремился попасть всегда, даже не осознавая этого. Аскет взглядом попросил юношу следовать за собой и направился к роднику, позволяя пению птиц, запахом цветов и солнечным лучам проникать в сознание все глубже. Постепенно он ощутил, как мая начала окутывать его своими часами. Он бросил взгляд на робко следовавшего следом юношу. «Может быть, он и окажется тем, кого я так долго жду», вздохнул аскет. Он еще раз глазами подбодрил ученика, и тот улыбнулся в ответ. Часть третья Обучение Напившись воды, подкрепившись дарами леса, они сидели в тени исполинского дупа, вблизи от родника Имана. «Проси тот да, ради которого ты пришел». Это были первые слова, которые произнес аскет. «Отец взял меня на огненную церемонию, и что-то случилось со мной той ночью. Мне трудно выразить это словами, но я полон веры, и эта вера привела меня к вам. Обучите меня, почтенный». Юноша говорил со страхом в голосе, преклонив голову. Он ощущал себя героем древних сказаний о людях, спускающихся в мир мертвых и получающих дару у бессмертных. «Видимо, ты из духовной касты, раз носишь этот священный шнур. И тебя обучали?» «С восьми лет, почтенный». «Приблизься ко мне с тем, что ты знаешь. Тогда я поведаю тебе о том, что есть сверх этого». «Почтенный, я знаю Риг-веду, Яджур-веду, Само-веду, Адхарвану, Четвертую-веду, Легенды и предания, Пятую-веду, Веду-вед, Правила почитания предков, Науку чисел, Искусство предсказаний, Хронологию, Логику, Правила поведения, Этимологию, Науку о священном знании, Науку о демонах, Военную науку, Астрономию, Науку о духах и низших божествах. Вот что я почтенный знаю. Однако, это знание не даровало мне счастья. Из слов древних мудрецов я знаю, Что знающий преодолевает скорбь. Я же скорблю почтенный. Уведите меня за пределы скорби. Ты изучил все это лишь как имена, Ответил Аскет. Поистине лишь имена, Риг-веда, Иджур-веда, Само-веда. Там имена богов, Имена ритуалов. Ты должен возвыситься над именами. Есть ли почтенные, Что-либо большее, чем имена? Поистине, Есть нечто большее, чем имена. Поведайте мне почтенные об этом. То, что эти имена обозначают, То знание, Которое в них выражено. Знание Риг-веды, Иджур-веды, Само-веда и остального, Это лишь знание имен, Слов. Но за этими словами скрыто знание неба и земли, Ветра и пространство, Вод и жара, Богов и людей, Справедливости и несправедливости, Истинно лжи, Доброго и не доброго, Приятного и неприятного. Найди это знание. Так твои пределы расширятся, Ты превзойдешь имена и формы. Есть ли почтенные, Что-либо большее, Чем это знание? Поистине, Есть нечто большее, Чем это знание. Поведайте мне об этом почтенные. Разум выше, чем знание. Поистине, Подобно тому, Как кулак охватывает два ореха, Так и разум охватывает имена, И то, что эти имена обозначают. Разум выше, чем имена и знания. Когда человек разумеет разумом, Да изучу я веду, То он изучает. Когда разумеет, Да совершу я деяние, То он совершает. Когда разумеет, Да пожелаю я потомства и богатства, То он желает. Когда разумеет, Да пожелаю этот или тот мир, То он желает. Истина, выраженная разумом, вот значение веды, воспитывая в словах и образах. Почитай разум. Есть ли почтенный что-либо больше, чем разум? Поистине. Есть нечто большее, чем разум. Поведайте мне почтенный об этом. Разум лишь вместилище воли. Разум как бы следует за волей. Поистине. Когда человек желает, то он разумеет. То он произносит речь, он произносит ее в имени. В имени становятся единым веды. Ведах мысли, слова и деяния. Все эти науки, веды, панишады, правила почитания предков и ритуалы словно дым божественного огня. Высочайшая воля выражена в них. Поистине. Все они имеют сосредоточие воли, сущность воли, основание воли. Так. Благодаря высочайшему желанию, высочайшей воле возникли небо и земля, ветер и пространство, воды и жар, тайное знание и ритуалы. Это высшее проявляет себя во всем многообразии вселенной. Свет в звездах и мысль в тебе. Все это единое проявление этой небесной энергии. Поистине. Это твоя воля. Это твоя мысль. Когда человек мыслит, то он желает, то он разумеет, то он произносит речь, и он произносит ее в имени. В имени становятся единым священные тексты, в священных текстах мысли, слова и деяния. И поистине. Все они имеют сосредоточие в мысли, сущность в мысли, основание в мысли. Если даже малознающий наделен мыслью, то его желают слушать. И наоборот. Ибо мысль – сосредоточие всех слов, образов. Мысль – сущность. Мысль – основание. Почитай мысль. Если что-нибудь выше, чем мысль, почтенный. Сама мысль двояка. Обычные люди имеют мысли ничтожные. Ум их загрязнен. Но те, что возвышены, чисты, мыслят иначе. Они постигают интуиции. Они созерцают. Учитель использовал термин из древнего сакрального языка – созерцание. Это слово обозначало и видеть, и думать. Юноша помнил этот термин. Знал, что он обозначал измененное состояние ума, доступное редким исключениям. Именно такие одаренные исключения становились легендарными Риши, авторами священных текстов. Именно их вдохновенные видения назывались ведой. Я слышал это слово, почтенный. Но я не знаю его сути. Не знаю того состояния ума, которое оно обозначает. Что такое это созерцание? Земля словно созерцает. Воздушное пространство словно созерцает. Небо словно созерцает. Звезды словно созерцают. Боги словно созерцают. Поэтому те из людей, которые достигают здесь величия, словно причастны плодам созерцания. Те, что ничтожны, предаются ссорам, клеветей и злословию. Те же, что возвышены, словно причастны плодам созерцания. Учись созерцание. Учись у земли, у воздушного пространства, у неба, у богов. Учись у мудрецов через их слова, сохраненные в веде. Научись менять свою мысль. Научись видеть мироздание созерцания. Это даст тебе иное знание. Отличное от обычного. Созерцание дарует познание. Небо и землю, ветер и пространство, воды и жар, богов и людей, справедливость и несправедливость, истинную ложь. Доброе и недоброе, приятное и неприятное, еду и питье. Этот и тот мир. Созерцая, все это познают иначе. Поистине, созерцая, познают тайный смысл всего. Познав, ты получаешь власть над познаном. Это проявление высшей силы. Силой держится земля. Силой – воздушное пространство. Силой неба и боги. Силой держится мир. Благодаря этой силе человек возвышается над низменом. Возвышавшись, он внимает мудрецам, учится у них. И так он становится истинновидящим, становится истиннослышащим, мыслящим, постигающим, делающим, познающим. Поистине, познание становится силой. Все это – познание, сила, воля, мысль. Проявление той небесной искры, которая есть внутри тебя, за твоими глазами. Как ухаживают за жертвенными огнями, подкладывая дрова, вливая масло и прочее. Так же ты должен раздувать этот огонь внутри себя. Очищай свою мысль. Развивай волю. Познавай вселенную вдохновенным созерцанием. Преодолевай слабости. Раздувай эту искру в груди, и она превратится в пламя. Это – небесный огонь. Разожги его так, чтобы этот огонь запылал и на земле, и в воздушном пространстве, и на небесах. Поистине, видящий так, мыслящий так, понимающий так превосходен в речи. Если в будущем тебе скажут, что ты превосходен в речи, то не отрицай этого. Теперь набери хворост для костра, сложи его, окропи воду вокруг, норови траву и растели вокруг. Юноша стремительно поднялся и исполнил сказанное. Сам аскет достал из дупла того дупа, под которым они беседовали, сверток из бычьей кожи. Развязав, он вынул и стал омывать водой, необходимой для возлияния предметы. Юноша знал, что все они изготовлены из священного дерева, и что в одном из закупоренных фляг находится масло этого дерева. Но нигде не было видно стеблей сон. Аскет собрал несколько грибов с белыми точками на красных шапках и медленно, ритуально, стал растирать их в сосуде, добавляя воду. Что это почтен? Сома, ответил тот. Видимо, недоумение на лице ученика было наглядной любого вопроса. Поэтому учитель посчитал нужным дать разъяснение. Неважно, из какого растения делать эликсир. Главное, чтобы в растении был сок, возбуждающий ум. В разных местах встречается разное растение. Иногда травы, иногда цветы. Тут наверху растет лишь этот гриб. Выпитый сок становится сомой, только очистившись в сердце жертвователя. Вот как я теперь этой цедилкой из овечьей шкуры очищаю этот раствор. Так поистине, вера в твоем сердце должна очистить выпитое. Юноша помнил пышные приготовления, которые иногда занимали многие дни, когда жрецы готовились к ритуалу. Теперь же, в уже наступивших сумерках, Аскет просто и без всяких излишест делал все то, что нужно было для возлияния. Он разжег костер и уселся перед огнем, обратив лицо к северу, жестом пригласив ученика сесть рядом. Это тайный ритуал могущества. Мы проведем его схематично, чтобы ты запомнил слова и действия. Но в будущем, следуем моим инструкциям безупречно. Исполнив 12-дневный обряд приготовления, подметя вокруг алтаря, окропив вокруг, разложив огонь, разослав вокруг траву, приготовив должным образом очищенное масло и собрав растения в сосуды священного дерева, в благоприятный день светлой половины месяца, когда солнце движется к северу, под мужским созвездием смешав этот напиток, совершая подношение. Существуют разные растения, используемые в этом ритуале в разных местах. Размолов то или иное растение, окропив кислым молоком, медом и маслом, совершая эту жертву. Ритуал возлияния должен быть исполнен в совершенстве, с полным вдохновением. Как художник рисует картину, так и ты должен мыслями, эмоциями и словами облагородить церемонию. Твоя молитва словно небесный корабль, способный достичь того берега, если ты сумеешь сотворить нечто искренное, от сердца. Суть жертвы – искренность твоих эмоций. Поистине, твое сердце словно цедилка. Лишь пропусти внутрь себя действия, слова и мысли, ты превратишь все это в ту жертву, которая угодна богам. Произнося молитву в полголоса, созерцая суть, старайся оставить ее эхо в груди. Пусть она как бы снова и снова переливается в твоем уме. О Господь, Тебе, поддерживающему все, благословение, говоря так, соверши подношение на огне и выли остаток в смесь. Тебе, милостивому, возлияние масла я приношу жертву, благословение, говоря так, соверши подношение на огне и выли остаток в смесь. Сколько есть Тебе разных проявлений, им я подношу их долю возлияния, благословение, говоря так, соверши подношение на огне и выли остаток в смесь. Пусть удовлетворенные, они удовлетворяют меня всем желанным, благословение, говоря так, соверши подношение на огне и выли остаток в смесь. Учитель не спешил, давал ему время, как бы ощутить каждое благословение. Юноша повторял молитву со всем вниманием, со всей верой. Каждое благословение сопровождал порции возлияния в огонь. Вокруг начал распространяться пьянейший аромат. Дыхание благословения. Речи благословения. Глазу благословения. Уху благословения. Разуму благословения. Земле благословения. Воздушному пространству благословения. Небу благословения. Ученик ощутил, что стал поддаваться чарующему ритму повторяющихся форм. Но он отбросил эти самонаблюдения, стараясь повторять слова молитвы как можно искренне. Духовности благословения. Долгу благословения. Прошедшему благословения. Будущему благословения. Вселенные благословения. Всему благословения. Всевышнему благословения. Теперь ты берешь эту смесь обеими руками, поднимаешь этот напиток, говоря Благословение. Теперь выпей. Юноша исполнил сказанное Аскетом. Тебя учили гимну Савитри? Да, почтенный. Там, откуда я родом, каждый правоверный должен декламировать этот гимн из Ригведы. Об этом желанном сиянии Бога мы размышляем. Да пробудет он нашу мысль. Запоминай. И повторяю в будущем этот гимн так, как произнесу я. Об этом желанном сиянии Савитара. Сладостью веют ветры для праведного. Сладостью текут реки. Сладостью добудут нам травы. Земле благословение. О сиянии божественном мы размышляем. Сладостью добудут ночь и день. Сладостью добудет воздух. Сладостью добудет небо. Наш Отец. Воздушному пространству благословение. Да пробудет он наши мысли. Сладостью добудет нам солнце. Сладостью добудет нам луна. Сладостью добудут нам звезды. Небесам благословение. И юноша повторил весь гимн Савитрии и все стихи о сладости. Теперь ложись спиной к огню, лицом к востоку. Мысленно повтори его еще раз. И еще. Пусть в уме будет лишь эхо этой молитвы. Благословляй землю, воздушное пространство и небо. Утром с первыми лучами выскажи желание. В уме юноши наступило некое раздвоение. Часть снова и снова повторяла гимн Савитрии. Но другой частью сознания он продолжал слушать спокойный голос учителя. Если окропят этим напитком даже засохший ствол, то вырастут ветви и распустятся листья. Учитель моего учителя сказал это моему учителю. А он передал это мне. Если окропят этим напитком даже засохший ствол, то вырастут ветви и распустятся листья. Теперь я повторяю эти слова тебе. Если окропят этим напитком даже засохший ствол, то вырастут ветви и распустятся листья. Запомни, в будущем и ты повторишь эти слова тому, кого посчитаешь достойным. Если окропят этим напитком даже засохший ствол, то вырастут ветви и распустятся листья. Но не передавай это недостойным, лишь сыну или ученику. Ибо ты получил дар из даров, словно волшебные четки, исполняющие желания. Поясни все, что не будет желано тобой осуществиться. Ученик ощущал, словно в его душе вырастает чудесное дерево. Распускались листья, цвели цветы и превращались в сокровенные плоды, исполняющие желания. Первые лучи солнца вывели из блаженного оцепенения его ум, балансирующий между сном и явью. И автоматически в уме всплыло то желание, которое было самым глубинным. Он проснулся с этим желанием. Заметив, что юноша проснулся, аскет прервал неподвижность и нарушил молчание. И каково твое желание? Да успокоится мой отец, да исчезнет его гнев на меня. Как встарь, признает тебя отец, исчезнет на тебя гнев его. Возвращайся назад и стань достойным сыном своего отца. Совершай те действия, что безупречны и не иные. Придерживайся тех добрых поступков, что приятны у благородных и не иных. И если у тебя будут сомнения в деле или сомнения в поведении, то поступай так, как поступали в подобных обстоятельствах твои предки. Не пренебрегай правдой. Не пренебрегай добродетелью. Не пренебрегай благополучием. Не пренебрегай величием. Не пренебрегай изучением. Не пренебрегай обучением. Не пренебрегай обязанностями перед богами и предками. Чти мать как Бога, чти отца как Бога, чти учителя как Бога, чти гостя как Бога. Найди свое предназначение и исполни его совершенно. Стань посредником между людьми и богами. Проси у богов дары, богатства, власть и величие, и для других, и для себя. Выбери себе в дар сыновей и внуков, что проживут сотню осеней, и живи сам столько осеней, сколько хочешь. Выбирай себе богатство и долгую жизнь. Стань обладателем всего желанного. Какие бы труднодостижимые желания в мире смертных, проси себе волю все это. Да будет тело твое крепким, язык сладчайшим. Достанешь ты славен среди славных. Благословение. Достанешь ты лучше среди лучших. Богаче самых богатых. Могущественнее самых могущественных. Благословение. Поистине, это путь могущества. Раджа Бхава, знающий тайну жертвоприношения, приобретает все, что желает. Делись тем, что я тебя дарил. Лишь достойным. С недостойными не следует делиться. Следует дарить с верой. Не следует дарить без веры. Следует дарить с радостью. Следует дарить со скромностью. Следует дарить со страхом. Следует дарить со вниманием. Помни услышанное от меня. Это указание. Это наставление. Это предписание. «Раджа-бхава», — повторил учитель, поднялся и направился вверх, к пещере. Мысли волнами вздымались в уме ученика. Он так много еще хотел узнать. Но, уважая волю почтенного, он лишь смиренно сидел на коленях, провожая аскета низким поклоном, касаясь лбом земли. Часть 4. Испытание Возвращение домой длилось долго. Он слушал, он изучал, он размышлял, он созерцал. Так что человека, перешагнувшего через границу собственной страны, уже нельзя было назвать юношей. Это был молодой человек, но с мудрыми, проницательными глазами старика. Размышления и созерцания наложили на нем печать величия, нечто неуловимое во всем облике, мимике, речи. В нем ощущалось столько власти, что даже брамины, намного старше него, здоровались с ним словно с равным. Ищущий знания, знал эту особенность своего влияния, и знал корень этой силы. Он верил. Каждый ритуал, проведенный с того первого влияния, добавил это уверенности. Он следовал по пути могущества, полностью перевоплотился в этот образ, словно собрал запас чего-то чудесного, волшебного. И люди с покорностью уступали ему дорогу, ощущая эту силу. Наконец, я вернулся назад. С этой мыслью он снова и снова с удовольствием отдыхал, почти забытый запахи детства. Молодой человек совершенно не думал о своих конкретных шагах. Он верил, что судьба будет к нему благосклонна. И эта вера ввела его. Слишком много людей со священными шнурами, заметил он. Спросив, узнал, что царь созвал броминов для выявления мудрейшего среди них. Государством правил праведный царь, заботящийся о духовной касте. Там будет отец. Ищущий знания направился во дворец. И обнаружил, что он полон людей. Там были жрецы даже из соседних государств. Гости все пребывали. Найти отца ему не удалось. Наконец, к собравшимся вышел царь. Справа, чуть сзади, стоял его домашний жрец, внимательно изучавший зал собраний. «Мы подготовили дар», — обратился царь к залу. «Велели заключить в загоне тысячу коров и к рогам каждый прикрепить десять пад золота». «Почтенные бромины, пусть мудрейший среди вас уведет этих коров». В наступившем молчании, ищущий знания, уверенно направился к стражнику, стоящему в дверях, спрашивая, где загнаны коровы. Недоумение зала сменилось гневом. Этот молодой человек объявил себя мудрейшим среди них. Домашний жрец царя вышел в центр и обратился с вопросом к нему. «Действительно ли ты мудрейший среди нас?» «Мы склоняемся перед мудрейшими, но и желаем иметь богатство». Умудренный жизнью домашний жрец царя впился глазами в глаза незнакомца. От него не ускользнула ни величественное «мы» в ответе, ни небрежность, с которой был сделан поклон. Молодой человек был скромен лишь в речи. Его взгляд, его тон выдавали обратное. Жрец посмотрел на него иначе, уже с опаской. Краем глаза он видел, что и царь внимательно изучает претендента на мудрейшего среди этого собрания. И жрец начал спрашивать. «Незнакомец!» Он говорил громко и четко, чтобы было слышно всем. «Все объято смертью. Все подчинено времени. Как вырваться из этого?» Существует три мира. Мир людей, мир предков, мир богов. Мир людей приобретается лишь благодаря потомству, а не какому-нибудь другому деянию. Мир предков – благодаря деянию. Мир богов – благодаря тайному знанию. Поистине, мир богов лучше из миров, поэтому и восхваляет знания. Это многократно воспетов веде. Когда зажжен жертвенный огонь и играет пламя, между двумя долями возлияния растопленным маслом, пусть жертвующий с верой совершает подношение, повторяя. «Веди меня от небытия к бытию, веди меня от тьмы к свету, веди меня от смерти к бессмертию. Поистине, так жертвующий преодолевает смерть». Домашний жрец царя умолк, обратив взор к собравшимся. И тогда вперед вышел немолодой Брамин, подхватив эстафету вопросов. «Как ученики мы странствовали среди иных народов и пришли к одному духовицу. У него была дочь, одержимая духом. Мы спросили этого духа, кто ты? Он назвал легендарное имя мудреца Ангераса. Когда мы спрашивали его о пределах миров, то задали такой вопрос. «Это воздушное пространство таково, что оно словно не дает опоры. Как же подыматься приносящему жертву, чтобы подняться в небесный мир?» И дух ответил нам, «Знаешь ли ты об этом, незнакомец?» Благодаря ритуалам человек освобождается от груза прошлого. Очищенный, он воспаряет ввысь. Огонь передает его дух ветру, ветер солнцу. «Это воспето введе. Объединенные экстазом, мы путешествуем на ветрах. Вы, смертные, видите лишь наши тела. Мы словно на лучах солнца идем в высшее бессмертие, в славу, длящуюся день за днем». И тогда немолодой Брамин умолк. Медленно, с суровым лицом вперед вышел очередной спрашивающий. Ищущий знания, ощутил слабость в ногах, узнав в нем своего отца. «Я тоже был в доме того духовица, изучая обряд жертвоприношения», — начал отец. Он знал тайну того, как усыплять и превращать людей в одержимых духом. Не только его дочь была одержима, но и жена. Если дух, говоривший через дочь, назывался Ангерасом, то дух, говоривший через его жену, назвал нам другое легендарное имя — Адхарван. «Мы учились у этого духа обрядом жертвоприношения. Однажды дух спросил меня, «Знаешь ли ты ту нить, которой связаны этот мир и тот мир, и все существа? Поистине, кто знает эту нить, тот знает миры, тот знает богов, тот знает веды, тот знает существ». «Я не знал, но дух повидал мне, и если ты возгордился, не зная этой нити, то я прокляну тебя». «Я знаю эту нить, отец». По собранию прокатилась волна шепота. «Всякий может сказать, я знаю, я знаю. Расскажи то, что ты знаешь». «Поистине, отец, это нить прана. Прана — свет в звездах. Прана — ветер в небе. Прана — огонь на земле. Прана — жизненная сила. Поэтому из какого бы члена тела не вышла прана, то член засыхает. Поэтому и говорят об умершем человеке, что члены его лишены связи, ведь в живом они связаны праной словно нитью. Поистине, она сущность членов тела. Поистине, праны словно нитью связаны и этот мир, и тот мир, и все существа. Это воспето в виде. То, что там в солнце, и то, что здесь в человеке — одно». По лицу спрашивающего все поняли, что он удовлетворен ответом. Тогда в середину вышла молодая женщина. «Почтенные Брамины, я задам ему вопросы. Если он ответит на них, то поистине, никто из нас не превзойдет его в мудрости». Сделав эффектную паузу, она продолжила. «Подобно тому, как выступил бык-шатрий, натянув ненатянутый лук и держа в руке стрелы, готовые пронзить врага, поистине, так я выступаю против тебя с вопросами». Молодой человек не удержал улыбки. Нахмурив лоб, она задала первый вопрос. «Все здесь выткано вдоль и поперек на земле. О чем же выткано вдоль и поперек земля?» «На мирах воздушного пространства». «А на чем же выткано вдоль и поперек миры воздушного пространства?» «На небесных мирах». «А на чем же выткано вдоль и поперек миры небес?» «На мирах богов». «А на чем же выткано вдоль и поперек миры богов?» «На мирах абсолюта». «А на чем же выткано вдоль и поперек миры абсолюта?» Не спрашивай слишком много, чтобы не потеряться в ответе. Ты слишком много спрашиваешь о божественном, дорогая, о котором поистине нельзя спрашивать слишком много. Ограниченным не охватит безграничное. И тогда она сказала, почтенные Брамины, считайте великим счастьем, если расстанетесь с ним, воздав ему поклонение. Поистине, никто из нас не превосходит его в мудрости. И она смиренно поклонилась. Тут царь пригласил его следовать за ним. Они оказались в комнате для аудиенции, одни. На небольшом столе были фрукты и вода. В углу курились курения. «Располагайся, угощайся», указал царь сидение напротив и сел сам. Так они сидели и изучали друг друга. «Зачем ты пришел, мой дворец? Ради богатства или ради тонких вопросов?» «Затем и за другим, о царь!» «А если по правде, я лишь хотел помириться с отцом», — ответил гость с улыбкой. «Царь был привычен к другому стилю общения. В его обществе собеседники напрягались. Если шутили, то заискивая льстя, пытаясь угодить ему. Этот молодой бромин держался иначе». «Чем твое знание отличается от знаний остальных?» «Их мудрость стоит лишь на одной ноге, о царь!» «Ригведа», «Яджурведа», «Самоведа», «Адхарвангераса» и «Техаса», «Пураны», «Шлоки», «Сутры», «Анувьякхьяны», «Вьякхьяны» — все это для них набор имен. «Имена повторяются ими, и они кажутся мудрыми. Но высший имен смысл, знание неба и земли, ветра и пространства, вод и жара, богов и людей, справедливости и несправедливости, истины лжи, доброго и недоброго, приятного и неприятного. Он неведом большинству. «Но разве другие в зале, уважаемые брамины, разве они не изучали всю жизнь те же самые науки, что ты упомянул?» «Они изучали умом, а не сердцем, о царь! Сердцем они привязаны к другому. К чему? К этому миру, о царь, к жизни. Они посчитают жизнь, как самое дорогое. Какова природа дорогого? Из любви к жизни человек приносит жертвы тому, кому не следует приносить жертвы. Принимает дары от того, от кого не следует принимать даров. Страшится быть убитым и потерять это дорогое. «Что дорого для тебя?» «То же, что и для тебя, о царь! Я ищу свое предназначение и желаю выполнить его совершенно!» Последовала долгая пауза. «У нас похожая судьба». «Нет, но они пересеклись здесь и сейчас, о царь! Тыкшатрий и Абрамин! Твое поле этот мир, мое тот!» Ищущий знания позволил царю погрузиться в раздумья. Он словно видел его мысли. Они вертелись вокруг предназначения. «Вся наша жизнь – одно большое жертвоприношение, о царь! Мы словно топливо!» «К чему ты жертвуешь себя? Для чего ты горишь? К чему стремишься?» «И ты можешь назвать эту цель – мое предназначение?» «Ты сам можешь назвать ее, о царь! Предки называли это Ашфаметхой!» Царь ощущал странную власть слов молодого Абрамина. Они как будто были отголоском его собственных мыслей. «Жертвоприношение коня! Сатральный ритуал вет, открывающий путь совершившего его на наивысшее небо Индры, царя богов!» «Какой царь не мечтал в душе совершить Ашфаметху? Но лишь единицы осмеливались, а среди них лишь избранные добивались успеха!» Царь вдруг увидел суть ритуала в совершенно ином ракурсе. Поставить все – царство, свою свободу и жизнь – на кон, на волю судьбы. «Сделать ставку, как в священной игре в кости! Объявить претензию на титул царя царей! Рискнуть всем!» Нечто подобное он наблюдал совсем недавно – молодого Абрамина, объявившего себя мудрейшим среди мудрейших. «Он рискнул, и он добился успеха. Может, стоит рискнуть и мне?» Царь позволил мечте охватить сердце, пустить самого быстрого скакуна мчаться на все четыре стороны и следовать следом, по главе войска, подчиняя все те земли, по которым он будет скакать в течение года. «Скакать навстречу неизвестному, в течение года играть с судьбой и выиграть, присоединившись к великим царям прошлого. Цари иногда позволяют себе надежду на величие. У тебя способность зажигать словами надежду, ты поможешь разжечь ее в сердцах моих людей. Таково мое предназначение, о царь!» «Со мной говорили многие, и ты превосходишь их всех». «Да, я превосходен в речи», — ответил ищущий знания, вспоминая слова учителя. «Его вера передается мне. Если он зажжет этой верой мое окружение, мы сможем невозможное». «Может, стоит рискнуть?» — подумал царь. «Он рискнул». «Ашваметха» — наивысшая жертва, священная азартная игра, играемая судьбой. «Верит кампанию завоевания случая». Вот суть Ашваметхи. «Самый быстрый скакун, отпущенный на волю, им судьба указывала на те земли, которые он присоединял к своей империи. Без подготовки, без дипломатии, без анализа данных, он со своим войском, следуя за скакуном, был подобен урагану, грозному, неудержимому, подчиняя все на своем пути. «Его мир расширялся. Молодой Брамин заразил его и его людей этим священным безумием. Он зажег их сердца, и сердца их запылали иначе. Это граничило с безумием, но лишь такое безумие дает силы на великие свершения. Согласно преданиям, именно с помощью Ашваметхи легендарные предки пришли на эту землю, со стороны заходящего солнца. Теперь их продвижение было словно продолжением тех давних деяний. Они ощущали себя достойными потомками легендарных предков. Они участвовали в самом сакральном ритуале, известном с древности. Их жизни стали жертвенным возлиянием. Еще никогда в их рядах не было такого единодушия, как говорится в Веде, объединенной одной целью, одной мыслью, одним стремлением. Это священное безумие действовало и на других царей. Дружественные цари присоединялись своими силами к процессу. И все больше неарийских князей уступало фанатической силе. И границы империи увеличивались быстротой мчащегося скакуна, в сторону восходящего солнца. Все дальше и дальше. Годы летели стремительно. Ищущий знания следовал по пути могуществу. Он сделался легендой. Самые богатые и могущественные просили его совершить жертвоприношение для них. Но лишь немногие добивались этого. Это было его принципом. Он благословлял лишь тех, кого считал возвышенными. Но среди власть имущих больше попадались люди эгоистичные. Ищущий знания, оберегал дар, полученный от учителя, от грязи этих низменных людей. И если убеждался, что проситель был достойным, он соглашался помочь ему. И совершенно не интересовался докшиной. Богатство его и так было велико. Сбылось все то, что учитель предначертал для него. Какие не бывают труднодостижимые желания в мире смертных. Всем этим он обладал. Его уважали, любили. Ему прислуживали, охраняли. Так почему же он не был счастлив? Учитель говорил, что он должен разжечь волшебную искру на трех уровнях бытия, чтобы огонь из земного превратился в небесный. Он вновь и вновь думал об этом. Начиная очередное жертвоприношение, он возжигал внешний, земной огонь. А добавляя слова молитвы, в экстатическом опьянении превозносил его в себя, как веру, как вдохновение, как экстатическое постижение мира. Озаренный этим внутренним светом, он словно срывал из природы покров таинственности. Он ощущал мироздание, как перетекающие струи энергии, и мог управлять этими энергиями при помощи слов. Он был способен уводить других с собой, в мир экстаза, в мир созерцания и вдохновения. Он мог менять их умы, воодушевлять, зажигать. Это был как бы иной огонь, возжигаемый им в сердцах слушателей. Наверное, учитель говорил об этом. Но что такое третий уровень? Этот вопрос не давал ему покоя. Но когда ответ был получен, это не прибавило душевного спокойствия. Это случилось во время возлияния, которое он делал следуя указаниям учителя. Он произнес гимн Савитри и стихи о сладости, и уже собирался улечься лицом к востоку, как огонь стал другим. Огонь вдруг заполнил вселенную, став временем. Светила были его травами. Весь мир был объятым, двигаясь к своему концу. Все, чем он дорожил, все, что любил, все было тленным. Все исчезало. Я возжег огонь ищущего, учитель, подумал он. Оставь для других власть и богатство. Все это мимолетно. Он улегся и закрыл глаза. Ему не было нужды дожидаться утра, чтобы понять свое самое сокровенное желание. Он знал, чего желает, и знал, от кого ожидать исполнения этого желания. Засыпая, он опять ощутил себя юным. Его путь опять устремился к существу, живущему между мирами. Часть пятая Великий переход Он взял лучшую лошадь и устремился к горной обители, словно ветер, в аю. На этот раз путешествие было коротким. Учитель встретил его у родника, будто ожидал. Взгляд мудреца был полуносвежливым, полусочувственным. Так смотрит старший мальчик на младшего, прошедший какое-нибудь трудное испытание. Тебе наскучили игрушки? Иной дар, просил я у вас, почтенный, не достигает вечного невечным. Наступила пауза. Ты не пошел по тому пути могущества, на котором завязли другие. Иман снова упомянул Раджа Бхава, путь могущества. Сво Бхава. Все это мимолетно, почтенный. Пусть другие идут по этому пути. Поведайте мне о великом переходе в вечность. Далеко, в разные стороны расходятся эти пути, обманчивые и истинные. Блуждают, скитаются души, выбравшие первый путь. Подобно слепцам, ведомых слепцами. Подобно детям, играющие в игры. Они в оковах плоти. Труден иной путь, к свету немеркнущему, к вечности. Тот, о котором ты спрашиваешь. Остер, как лезвие бритвы. Тяжко идти по нему. Трудно его преодолеть. Ты пробудился, расспросишь этот дар. Это из божественных даров. В скрытом, защищенном от ветра убежище. Звуками, благоприятствующим размышлению. Не оскорбляющим взорах. На ровном, чистом месте, свободном от камешков, огня, песка. Ты должен предаться упражнению. Держа ровно тело, шею и голову. Обратив вовнутрь чувство и разум. Сдерживая дыхание. Ты должен дышать слабым дыханием через ноздри. Не отвлекаясь, ты должен править разумом, словно колесницей, запряженной необузданными конями. Твой разум, словно колесница. Воля, словно поводья. Чувства, словно необузданные кони. Тебе придется обуздать их. Научись править разумом. Иначе не достичь того места, Откуда больше не возвращается в круговорот бытия. Он нашел укромное место и ревностно предался упражнениям. Время шло. Иногда его навещал учитель и начинал говорить странным медленным темпом. Не прерывая упражнение, правь дыханием. Правь разумом. В тайной обители, в твоем сердце, малый лотус. В нем иное пространство. Тонкое. Поистине. Поистине. Сколь безграничное это пространство вокруг нас. Столь безграничное и пространство внутри сердца. В нем заключены небо и земля. Огонь и ветер. Звезды и планеты. Это сокровенный обитель духа. Выделив сущность и постигнув тонкость созерцая это. Отличное и от грубого и от тонкого. Это сокровенное познается непосредственно. В самом себе. Соединившись с ним, как стрела с целью. Тоньше тонкого. Больше большого. Высоту не хватить. Поперек не обнять. Не вообразить. Не измерить. Не увидеть оком. Не объять умом. Оно недоступно взору. Само взирает на существ. Из сокровенной обители в их сердцах. Оно выглядывает из каждой пары глаз. Оно не старик, ковыляющий с палкой. Оно не новорожденный дышащий жизнью. Оно не женщина и не мужчина. Оно и не бесполое. Какую телесную оболочку принимает, то ее и храняется. Оно не рождается и не умирает. Оно не возникает откуда-либо. Не становится кем-либо. Нерожденное. Постоянное. Вечное. Изначальное. Оно не может умереть со смертью тела. Если убивающий думает, что убивает. Если умирающий думает, что умирает. Оба не ведут истины. Оно неубиваемо. Бессмертно. Вечно. Оно бесконечно. Непостижимого образа. И оно тоньше тонкого. Сияет. Оно дальше далекого и здесь, вблизи. Оно скрыто в тайнике сердца. Время шло. Ритм. Образы. Спокойный голос учителя. Учитель приходил редко. После его ухода, его слова, сказанные странным медленным ритмом, продолжали звучать в уме ученика. Словно волшебное эхо. Были моменты, когда он поднимался над словами учителя. Созерцал само то, о чем эти слова говорили. Учитель как будто видел его ум непостижимым образом, описывая то, что проносилось перед его внутренним взором. Оно не постигается ни глазом, ни речью, ни подвижничеством или действием. Но когда существо очищено светом познания, то созерцающий видит его, лишенного частей, этот тонкий атман следует познать мыслью, в которую проникло пятеричное дыхание. Вся мысль людей пронизана дыханиями. Когда она очищена, проявляется этот атман. Эти дыхания рождаются из атмана. Благодаря действию разума они входят в это тело. Подобно тени прошлых действий, простерты эти дыхания в тонком теле. Как волос, расщепленный на тысячу частей, таковы пронические каналы, называемые нади. Место их соединения – пространство в сердце. Их покров – то, что подобно сети в сердце. Здесь сто и одна нади. У каждой из них по сто меньших нади. У каждой из этих по семьдесят две тысячи ответляющихся нади. По ним течет тонкая, сияя семью огненными лотосами. Дух обитает в этом тонком, как бы разделившись на пять дыханий. Подобно тому, как владыка приказывает подчиненным управлять и теми, и теми землями, так и дух по отдельности распределяет по местам пятеричное дыхание. В глазу, в ухе, во рту, в носу утверждено само дыхание – прана. В органах выделения – дыхание, идущее вниз – опана. В середине – общее дыхание – самана. Оно уравнивает пищу, поднесенную в жертву. Ее разносит повсюду дыхание, разлитое по телу – вьяна. И по одной из нади идет вверх дыхание, идущее вверх – удьяна. Благодаря доброму действию, оно ведет человека в добрый мир. Благодаря злому – в злой мир. Благодаря обоим мести – в мир людей. Огонь, как внешняя энергия, поддерживает прану. То божество, которое в земле, укрепляет в человеке опану. То пространство, что между солнцем и землей – саману. Ветер – вьяну. Солнце – дыхание, идущее вверх – удьяну. Подобно тому, как большая длинная дорога проходит через две стороны – и эту, и ту. Так же и лучи солнца проходят через оба мира – и этот, и тот. Они простираются от солнца и проникают в удьяну. Они простираются от удьяны и проникают в солнце. Благодаря удьяне человек идет ввысь, с чувствами, погруженными в разум. Он оставляет свое тело и с помощью этих лучей восходит вверх. И подобно тому, как летит разум, столь быстро достигает он солнца. Он достигает небесного огня, чье топливо – звезды. Когда человек погрузился в созерцание, всецело успокоившись и очистившись, то он проникает в эту, главную наде. В этот свет. Никакое зло его не касается, ибо он наделен сиянием солнца. Какова его мысль? С такой мыслью он входит в это сияние. Энергия, соединенная светом, ведет его дух, представленный им в мыслях мир. Поистине, это врата мира. Доступ к знающим, преграда к незнающим. Это желанное сияние савитара. Пламя, утвержденное в середине сердца. Тоньше тонкого, устремленное вверх. Сверкающее, словно зигзаг молнии среди черной тучи. Тонкое, словно колосья кириса. Сияющее, золотое. Подобное мельчайшей частице, окруженной пылающим венцом энергии. Оно согревает себя сверху донизу. Всеобщее пламя, направленное во все стороны. Лучи его простираются поперек, вверх, вниз. Великий свет, разгоняющий мглу. Здесь не светит ни солнце, ни луна и звезды. Откуда здесь этот свет? Все светит, лишь след за ним, светящим. Весь этот мир отсвечивает его светом. Ищущему знание удавалось погружаться в себя все глубже. Он следовал всем предписаниям, которые получала Таскета. Находился в чистом месте, чистый, стойкий в истине. Изучая действительное, рассуждая о действительном, размышляя о действительном, созерцая действительное. Он становился иным. Разрывались узы плодов, совершенных им действий. Его ум освобождался от надежд, страха, желаний. Он обнаружил, что свобода от желаний, словно высшая добыча высочайшего сокровища. Раньше он бывал счастлив лишь в редкие моменты. Теперь же, его очищенный ум как будто начинал светиться изнутри золотым отблеском экстаза. Медленно, изо дня в день слова Аскета меняли что-то в его сознании. Ему уже удавалось обращать сознание вовнутрь. Он уже мог править чувствами. Мог отключаться от внешнего мира. Все глубже уходя вовнутрь. И слова почтенного были путеводной нитью в лабиринтах его разума. Это дух, который водорствует спящих, порождающий один желанный образ за другим. Он чист. Он абсолютен. Он бессмертен. В нем утверждены все миры. Образ его незрим. Вид невообразим. Им покрыто пространство. И небо, и земля. Благодаря ему светят звезды. Поэты вплетают его в океан. От него рождено рожденное в мире. Нет ничего тоньше. Ничего меньше его. Того, которое выше высокого. Огромнее огромного. Сверху, поперек. Сверху, поперек. Поистине, не хватит его. Он пронизывает тонкое и грубое. Как единый огонь, проникнув в мир, уподобляется каждому образу. Так же единый атман во всех существах уподобляется каждому образу, оставаясь вне их. Как единый ветер, проникнув в мир, уподобляется каждому образу. Так же единый атман во всех существах уподобляется каждому образу, оставаясь вне их. Как солнце, освещая землю, не оскверняется грязью и уродством. Так же и единый атман во всех существах. Отличный и от сотворенного, и от несотворенного. Отличный и от бывшего, и от будущего. Он – океан вечности. Ты должен раствориться в нем. Однажды Аскет нашел ученика, словно высохшее дерево. Ни дыхание, ни пульса. Процессы были настолько замедлены, что тело было холодным, как труп. Лишь на лбу ощущалось едва заметное тепло. Три дня и три ночи Аскет ждал возвращения ученика из экстракта. Три дня и три ночи Аскет. Опять вернувшись с тела, ищущий знания увидел учителя, ожидающего его пробуждения. Он все еще был под впечатлением бескрайних глубинных стазов. Ему было тягостно ощущать свое тело, самого себя. Ему хотелось туда, где он был беспределен. Где его я было свободно от земных забот и печали. Где было лишь осознанное блаженство от полноты бытия. Я оказался у океана света и мог раствориться в нем, словно соль. Позвольте это, почтенный. Там невыразимое блаженство. Ты нашел великий переход, но перейти его тебе удастся не скоро. Теперь ты должен сменить меня. Глаза Аскета потеплели. Давно я жду ученика вроде тебя. Я так долго жду. Ибо приближается время моего ухода. Вас называют бессмертным, почтенный. Я лишь замедлил старение этого тела, улыбнулся Аскет. Давным-давно я обещал своему учителю, что дождусь того, кто способен воспринять то, что он поведал мне. А ему, его учитель. И так, до самого первого мудреца, услышавшего Бога. Эта мудрость – дар Господа. Наш долг – сохранять ее, передавать дальше. Сохранение его слова, поистине, самая большая жертва. Самое большое добро, творимое в мироздании. Эта жертва не приносится. Ее продлевает. И этот огонь не угасает. Иногда приходится ждать целую вечность, пока найдется тот, кто способен перенять эту мудрость. Ты должен ясно осознать свою ответственность. Я должен проститься с дорогими мне людьми, почтенный. После я возвращусь и не буду покидать это место, пока не придет тот, кто сменит меня. Я обещаю. Ты должен поторопиться, если хочешь успеть увидеть отца. Ученик отключил сознание от внешнего мира и сосредоточил на образе отца. Его чистые, очищенные органы восприятия могли охватывать все, на что он их направлял. Они подчинялись, словно объезженные кони. Мысленным взором он увидел исхудалое лицо отца, уже носящее отпечаток приближающейся смерти. Вы правы. Я должен спешить, учитель. Часть 6. Прощание Он еле успел. Прискакав в свою годь, ему доложили, что отец при смерти. Он сразу направился в центральный зал и распорядился перевезти отца туда. Была ночь. Он начал ходить в образ, готовить себя к самому важному ритуалу из всех, которые он совершал. Он подложил дрова в домашний очаг. Тот находился внизу центральной колонны. Колонна уходила ввысь и упиралась в центр позолоченного солнечного круга, расходящегося лучами во всех направлениях. Он ощущал всю важность момента. Колонна была центром его вселенной. Здесь и сейчас он находился около мировой оси, понизывающей три мира, три уровня бытия. По ним, словно по ступеням, он должен был сопроводить отца в последний путь. Слуги внесли кровать. Одетый в белый отец почти сливался с белыми подушками. На белом лице темные, властные глаза налились радостью при виде сына. «И какому богу ты собираешься просить за мои грехи?» Слабый голос не соответствовал шутливому тону. «Кто почитает богов, служа им, тот не обладает знанием, Отец. Он, как животное перед богами. Ведь как многие животные приносят пользу человеку, так и каждый человек приносит пользу богам. Даже когда бывает взято одно животное, это причиняет неудовольствие. Чего же говорить о многих? Поэтому богам неприятно, когда люди знают об этом. Вот что не скрывает Отец. Вначале все это было лишь Атманом в виде духа. Он осознавал лишь себя. Я – Есмь. В нем не было греха. В нем не было страха. Он ведь был единым. Поистине, лишь от второго приходит боязнь. Он начал играть. Он сотворил все мироздание. Он воплотился в творение. Он стал творением. Он находится в этом своем творении. И когда говорят, принеси жертву тому богу, принеси жертву другому, то они лишь его творение. Ибо он – все боги. Поистине, этот мир – лишь его пища. Он – поедатель пищи. Поистине, вначале все это было лишь Атманом в виде духа. Отец. И кто из богов пробудился к этому знанию, тот стал таким же. И кто из предков пробудился к этому знанию, тот стал таким же. И кто из людей пробудился к этому знанию, тот стал таким же. Так и поныне. Кто пробуждается к этому знанию, тот становится Атманом. И даже боги не могут помешать ему этому, ибо он становится ехатманом. Этот дух внутри тебя, за твоими глазами, Отец, он проник сюда до кончиков ногтей, как нож в ножны, как огонь в пристанище огня. Его не видят, ибо он тонок. Дышащий он кажется дыханием, говорящий речью, видящий глазом, слышащий ухом, разумеющий разумом. Это лишь имена его проявлений. Он не то и не это. Этот единый дух и есть дорогой в Сыне, в Отце, в Себе Самом. Он самый сокровенный. Атман, лишенный зла, свободный от старости, от смерти, от печали. Тот достигает и всех миров, и исполнения всех желаний. Кто, очистившись от обманчивого, находит это истинно. Покидая наш мир, он поднимается к ветру. Там тот ветер раскрывается для него, словно отверстие колеса-колесницы. Благодаря ему, он поднимается вверх, к Солнцу. Там Солнце раскрывается для него, словно отверстие барабана. Благодаря Ему Он поднимается вверх, в мир истинный, свободный от жары, от холода, от печали. Там Он обитает вечные времена. Какой бы мир ни представил себе и каких бы желаний ни возымел, Он достигает того мира и исполнения тех желаний. Если Он желает мира предков, то по одной Его воле перед Ним встают предки. Наделенный этим миром предков, Он счастлив. Если Он желает мира братьев, то по одной Его воле перед Ним встают братья. Наделенный этим миром братьев, Он счастлив. Если Он желает мира друзей, то по одной Его воле перед Ним встают друзья. Наделенный этим миром друзей, Он счастлив. Если Он желает мира красоты и гармонии, то по одной Его воле мир наполняется красотой и гармонией. На деленное имя он счастлив. К чему он не стремится, какое желание не желает, По одной его воле оно исполняется, Отец. Там не бывает водоемов, лотосных прудов, рек, Но он творит водоемы, лотосные пруды, реки. Там нет колесниц, нет лошадей, не бывает дорог, Но он творит колесниц, лошадей и дорог, ведь он творец. Там не бывает блаженства, радости, удовольствия, Но он творит блаженства, радости, удовольствия. Там находит всех, кого потерял здесь. Все то, что когда-нибудь желал, но не получал, что любил, К чему стремился, все находит там, Ибо там истинные желания, свободные от обманчивого. Здесь же, хоть истинные они, но имеют обманчивый покров. Если кто-нибудь покидает этот мир, не видя истинного мира, То мир тот, подобный непрочитанной веде или несделанному деянию, Не приносит ему пользы, Отец. Подобно тому, как люди снова и снова проходят над спрятанным в земле золотым сокровищем, Не находя его, так же из жизни в жизнь ищут истинный мир, Не находя его, ибо им препятствует обманчивое. Это обманчивое, словно насыпь, граница между мирами. Ни день, ни ночь не переходит через эту насыпь, Ни печаль, ни старость, ни смерть, Ни доброе дело, ни злое дело. Все грехи отступают оттуда, ибо тот мир истинный, свободен от греха. Там вор не вор, убийца не убийца, раб не раб. Там монах не монах, аскет не аскет, мудрец не мудрец. Там отец не отец, мать не мать, брат не брат. Там веды не веды, миры не миры, боги не боги. Поистине, перейдя через эту насыпь, Слепой перестает быть слепым, Раненый перестает быть раненым, Больной перестает быть больным. За ним не следует добро, За ним не следует зло, Он преодолевает все печали сердца. Поистине, там темнота становится светом, Ибо этот мир истины всегда сияет. Глаза отца изменились, жизнь начала угасать в них. Сын начал медленно, Хриплом от печали голосом шептать слова заупокоенного ритуала, Взяв холодные руки в свои. Поистине, это высшая жертва, когда человек на смертном ходоре, Кто знает это, приобретает высший мир. Поистине, это высшая жертва, когда он умирает, Кто знает это, приобретает высший мир. Поистине, это высшая жертва, когда его тело предает огню, Кто знает это, приобретает высший мир. Поклонение огню, пребывающему в земле, помнящему о мире. Доставь мир этому жертвователю. Поклонение ветру, пребывающему в воздушном пространстве, помнящему о мире. Доставь мир этому жертвователю. Поклонение солнцу, пребывающему в небе, помнящему о мире. Доставь мир этому жертвователю. Поклонение Господу, пребывающему во всем, помнящему обо всем. Доставь все этому жертвователю. Золотой пеленой скрыт твой лик. Открой его этому жертвователю, чтобы он мог видеть. Распространи свои лучи, сосредоточь свой блеск. В твоем сиянии он очищается. Да очистится у него все дыхание. Да станет он светом, чистым, безгрешным. Благословение. Да очистится глаз, ухо, язык, нос, речь, разум, воля. Да станет светом, чистым, безгрешным. Благословение. Да очистится кожа, мясо, кровь, жир, мозг, связки, кости. Да станет светом, чистым, безгрешным. Благословение. Да очистится голова, руки, ноги, бока, спина, живот. Да станет светом, чистым, безгрешным. Благословение. Да очистится земля, вода, огонь, ветер, пространство. Да станет светом, чистым, безгрешным. Благословение. Да очистится звук, прикосновение, образ, вкус, запах. Да станет светом, чистым, безгрешным. Благословение. Да очистится разум, речь, тело, действие. Да станет светом, чистым, безгрешным. Благословение. Да очистится его дух. Да станет светом, чистым, безгрешным. Благословение. Да достигнет он вечности, а тело найдет конец в пепле. Он закрыл остекленевшие глаза и позволил печали охватить сердце. Был рассвет. Погребальный огонь догорал. Пепел уносил ветер. Провожать отца в иной мир пришли все его родные, друзья. Был даже царь царей. У всех были скорбные лица. Но его слова добавили трагичность моменту. Я собираюсь уйти в одиночество. Пришло время нашего прощания. Он накинул взглядом присутствующих. Я разделяю имущество поровну. Между тобой и Катияне. Обратился он к одной из жен. Если бы вся эта земля, полное богатство, сделалась моей, стала бы я от этого бессмертной? Грустно улыбнулась она, обратив зор к погребальному костру. В отличие от большинства женщин, Майтрея была способна беседовать о высшем. Нет, дорогая. Какова жизнь, наделенных имуществом, такой стала бы и твоя жизнь. Но нет надежды достичь бессмертия с помощью богатства. Что я буду делать с тем, отчего все равно не стану бессмертной? Раз ты оставляешь все это, значит ты нашел что-то более значимое. Поведай мне, блаженный, об этом. Ты и раньше была дорога мне, и стала еще дороже. Я объясню тебе это. Да и вы все слушайте и запоминайте. И снова и снова размышляйте над тем, что я буду объяснять. Трудно сразу понять это рассуждение. Ибо оно не подвластно рассудку, тоньше тонкого. Слушайте сердцем. Пробудитесь. Обретя дары, постигните их. Я поведаю вам тайну духа. Я его путях высь и обратно. Когда истощается это тело, истощается от старости или болезни, то подобно тому, как освобождается от уз плод манго, так и дух, освободившись от тела, спешит к месту новой жизни. Подобно тому, как подчиненные собираются вокруг господина при отъезде из дворца, так же и все жизненные силы собираются вокруг духа при смерти. Пространство сердца начинает светиться, и с этим светом этот дух выходит через лоб, или через макушку, или через другие части тела. Когда он выходит, за ним выходят все жизненные силы, словно пчелиный рой за пчелиной королевой, так эти силы следуют за духом. Тогда им овладевают знания, деяния и прежний опыт. Они тянут его назад, и он воплощается для нового деяния. Подобно тому, как гусеница, достигнув конца былинки, подтягивается к другой былинке, так и этот атман, отбросив одно тело и приблизившись к другому телу, подтягивается к нему. Так он снова и снова приходит из того мира в этот мир. Для новых деяний. Тот, что был ему другом, снова враг. Тот, что был ему врагом, снова друг. Тот, что был ему отцом, снова сын. Тот, что был сыном, снова отец. Так в круговороте бытия, словно вращающиеся ковши водочерпального колеса, блуждает дух, умирая и рождаясь вновь. Каково бывает его желание, такова бывает воля. Какова бывает воля, такое деяние он и делает. Какое деяние он делает, такого удела он и достигает. Как человек действует, как ведет себя, таким он и становится. Делающий доброе, добрым. Делающий злое, злым. Благодаря чистому деянию, чистому. Благодаря дурному, дурным. К чему привязан его разум, с тем, связано деянием его внутреннее естество. Какова мысль, таким она становится. Вот извечная тайна. Когда мысль привержена к истине, она освобождается от уз. С очищенной мыслью, уничтожаются плоды добрых и недобрых деяний. Праведные стремятся возвыситься изучением вед, созерцанием. И поднявшись над стремлением к сыновьям, над стремлением к богатству, над стремлением к миру, ведут уединенную жизнь. Ведь эти стремления, всего лишь стремления. Подобно тому, как золотых дел мастер, взяв золотое изделие, придает ему другой, более новый, более прекрасный образ. Так и они, отбросив свои дела, рассеяв незнание, притворяются в другие, более новые, более прекрасные образы, подобные образом предков, или образом богов, или образу Абсолюта. Одни почитают жертвоприношение, другие – подвижничество, третье – одиночество. Я же говорю об ученичестве. И то, что называется жертвоприношением, это и есть ученичество, ибо лишь ученичеством достигает мира Брахмана. И то, что называется принесенным жертву, это и есть ученичество, ибо лишь совершив жертвоприношение, ученичеством находят высшее. И то, что называется подвижничеством, это и есть ученичество, ибо лишь ученичеством спасает свое существо. И то, что называется одиночеством, это и есть ученичество, ибо лишь ученичеством созерцает истину. И то, что называется постом, это и есть ученичество, ибо не гибнет атман, которого находит ученичество. И то, что называется отречением, это и есть ученичество, Ибо так становятся мудрецами. Исполнив до конца долг ученика, пусть человек становится домохозяином. Побывав домохозяином, пусть отправляется в одиночество. В ином же случае, пусть он отправляется в одиночество сразу же после ученичества. И не исполнил ли он обетов или исполнил обеты, совершил ли омовение или не совершил омовение, прервал ли огненную церемонию, пусть отправляется в одиночество в тот самый день, который отречется от страстей. Пусть, отрекшись от учености, станет как дитя. Затем, отрекшись и от детскости, и от учености, станет молчальник. Затем, отрекшись и от молчания, и от немолчания, станет мудрецом. Затем, отчистив разум от ленности и рассеянности, сделав его непоколебимым, пусть обуздывает разум, пока он не придет к покою. Только так дух освобождается от разума и идет к высшему уделу. Сделавшись успокоенным, укращенным, воздержанным, терпеливым и собранным, пусть он познает высшее в самом себе. Зло не одолевает его, он одолевает все зло. Зло не жжет его, он жжет все зло. Свободный от зла, свободный от страсти, свободный от сомнения, он становится единым, высшим духом. Это знание и освобождение, все остальное, растершееся в мире узы. Поистине, этот дух, рождаясь и входя в тело, соединяется со злом. Уходя и умирая, он оставляет зло позади. Таковы его состояния, пребывание в этом и в другом мире. И третье, абсолютное состояние. Поистине, находясь в этом третьем состоянии, он выходит за пределы этих миров и образов смерти. Он взирает на жизнь и смерть, сверху, словно наездник на колеса колесницы. Здесь, в этом абсолютном состоянии, этот дух сам бывает своим светом. Он словно мечтает. Сам разрушает. Сам созидает. С помощью своего блеска, своего света, он правит всеохватывающим мировым веществом. В мировом сновидении, идя вверх и вниз, творит для себя многочисленные образы. Словно веселяясь с друзьями, смеясь, словно даже видя страшное зрелище. Люди видят место его развлечения. Его самого не видит никто. Оставаясь одним и тем же, он блуждает по обоим мирам, словно думая, словно двигаясь. Как большая рыба блуждает вдоль обоих берегов реки, то с одной стороны, то с другой. Так и этот дух блуждает по обоим этим состояниям. Состоянию жизни и состоянию смерти. Насладившись в этом мире, побродив вокруг, увидев доброе слое, он уходит отсюда. Что бы здесь ни пережил, то не следует за ним, ибо он ни к чему не прикрепляется. Насладившись в том мире, побродив вокруг, увидев доброе слое, он снова спешит сюда. Что бы там ни пережил, то не следует за ним, ибо он ни к чему не прикрепляется. Он неприкрепляем, ибо не прикрепляется. Непостижим, ибо не постигается. Неразрушим, ибо не разрушается. Несвязан, не колеблется, не терпит зла. Не имеет меры, не имеет ничего ни внутри, ни снаружи. Он знает все, его же не знает никто. Мудрецы называют его неприходящим. По истине, по воле этого неприходящего занимает свое место солнце и луна. По истине, по воле этого неприходящего занимает свое место небо и земля. По истине, по воле этого неприходящего занимает свое место мгновения, дни и годы. По истине, кто не зная это неприходящее, совершает в этом мире подношение, приносит жертва, предается подвижничеству много лет. Заслуги того имеют конец. Если даже не знающий этого делает великое и благое деяние, то оно гибнет под конец. Поистине, кто не зная это неприходящее уходит из этого мира, тот несчастен. Но тот, кто зная это неприходящее уходит из этого мира, тот блаженен. Это высшее, невыразимое блаженство. Малой долей этого блаженства и живут другие существа. Когда кто-либо из людей здоров, богат, господствует над другими, он говорил эти слова, смотря царю в глаза, когда кто-либо в избытке вкушает все людские наслаждения, то это высшее блаженство людей. Стократное блаженство людей – это однократное блаженство предков, пребывающих в долговечных мирах. Стократное блаженство предков – это однократное блаженство богов по деянию, тех, которые благодаря своему деянию достигли божественности. Стократное блаженство богов по деянию – это однократное блаженство богов по рождению, а также просвещенного, свободного от обманчивого, непобежденного желания. Сто-кратное блаженство Богов по рождению – это однократное блаженство мира абсолютного, а также просвещенного, свободного от обманчивого, непобежденного желания. Это и есть высшее блаженство, просвещенного, свободного от обманчивого, непобежденного желания. Поистине, это абсолютное блаженство. Счастье, которое обретает мысли, погруженные в абсолютное и очищенные сосредоточением от скверны, не может быть описано словами. Оно постижимо лишь в собственной обители сердца. Следует узнать это неприходящее, пребывающее в нас. Ничего не следует знать, кроме него, атмана, свободного от печали, вечного среди невечных, мыслящего среди немыслищих, единого среди многих, скрытого сокровенной тончайшей обители. Он светоч светочей, дары здоров, самое дорогое из дорогого. Ради него и дорога нам вся эта величественная вселенная. Не ради жены, дорога жена, но ради атмана, дорога жена. Не ради сыновей, дороги сыновья, но ради атмана, дороги сыновья. Не ради богатства, дорого богатства, но ради атмана, дорого богатства. Не ради мудрости, дорога мудрость, но ради атмана, дорога мудрость. Не ради долга, дорог долг, но ради атмана, дорог долг. Не ради миров дорогие миры, но ради Атмана дорогие миры. Не ради богов дорогие боги, но ради Атмана дорогие боги. Боги оставляют того, кто считает богов отличным от Атмана. Миры оставляют того, кто считает миры отличными от Атмана. Долг оставляет того, кто считает долг отличным от Атмана. Мудрость оставляет того, кто считает мудрость отличным от Атмана. Эта мудрость, этот долг, эти миры, эти боги, это все один только Он, святая бесконечная вселенная. Подобно тому, как из огня выходят клубы дыма, поистине, так с дыханием этого великого существа вышли и тот мир, и этот мир, и все существа. Все они вышли с его дыханием. Он, средоточие всего, подобно тому, как океан, средоточие всех вод, как кожа, средоточие всех прикосновений, как ноздри, средоточие всех запахов, как язык, средоточие всех вкусов, как глаз, средоточие всех образов, подобно тому, как ухо, средоточие всех звуков, как руки, средоточие всех дел, как ноги, средоточие всех дел. средоточие всех путешествий, как речь, средоточие всех ветв, как разум, средоточие всех решений, как сердце, средоточие всех знаний. Подобно тому, как кусок соли не имеет ничего различного между собой ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из вкуса, поистине, также этот атман не имеет ничего различного между собой ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из познания. Подобно тому, как брошенный в воду комок соли растворяется в воде, и нельзя вытащить его снова, но какую часть воды не возьмешь, она соленая, также поистине это великая, бесконечная, безграничная сущность переживается, как состоящая из одного лишь познания, сознательной, без второго, без того, что можно было бы сознавать. «Ты поверг меня в смущение, блаженный, я не понимаю этого атмана», перебила Майтрея. «Поистине, я не говорю смущающего, дорогая. Когда дух, освободившись от тела и достигнув высшего света, появляется в своем образе, то достигает совершенного успокоения. Как нельзя различить воду в воде, огонь в огне, пространство в пространстве, так и этот дух сливается с единым высшим атманом, достигая единства. Ибо где есть что-либо подобное двойственности, там один видит другого, там один обоняет другого, там один касается другого, там один говорит другому, там один слышит другого, там один познает другого. Но когда все для него стало атманом, то как и кого сможет он видеть, то как и кого сможет он обонять, то как и кого сможет он касаться, то как и кому сможет он говорить, то как и кого сможет он слышать, то как и кого он сможет познать, как сможет он познать того, благодаря кому он познает все это. Как сможет познать познающего? Поистине, этого познающего не видно и не слышно. Он сам видит и слышит. Он немыслим и мыслит. Не познается и не познает. Нет другого, кто видит, кроме него. Нет другого, кто слышит, кроме него. Нет другого, кто мыслит, кроме него. Нет другого, кто познает, кроме него. Хотя тогда он не видит, поистине зрящий он, хотя не видит, ибо не разрушается зрение у зрящего, не может исчезнуть. Но нет второго, нет другого отличного от него, что он мог бы видеть. Хотя тогда он не обоняет, поистине обоняющий он, хотя не обоняет, ибо не разрушается обоняние у обоняющего, не может исчезнуть. Но нет второго, нет другого отличного от него, что он мог бы обонять. Хотя тогда он не пробует на вкус, поистине, вкушающий он, ибо не разрушается вкус у пробующего на вкус, не может исчезнуть. Но нет второго, нет другого отличного, что он мог бы пробовать на вкус. Хотя тогда он не осизает, поистине осизающий он, ибо не разрушается осязание у осизающего, не может исчезнуть. Но нет второго, нет другого отличного, что он мог бы осизать. Хотя тогда он не говорит, поистине говорящий он, ибо не разрушается речью говорящего, не может исчезнуть. Но нет второго, нет другого отличного, которому он мог бы говорить. Хотя тогда не слышит, поистине слышащий он, ибо не разрушается слух у слушающего, не может исчезнуть. Но нет второго, нет другого отличного, что он мог бы слышать. Хотя тогда он не мыслит, поистине мыслящий он, ибо не разрушается мысль у мыслящего, не может исчезнуть. Но нет второго, нет другого отличного от него, о чем он мог бы мыслить. Хотя тогда он не познает, поистине познающий он, ибо не разрушается познание у познающего, не может исчезнуть. Но нет второго, нет другого отличного от него, что он мог бы познать. Он пребывает единым, недвойственным, словно капля в океане, искра в огне, сияние в солнце. И свет, который сияет над этим небом, над всем, над каждым, в непревзойденных высших мирах, поистине, он и есть тот свет в ваших сердцах. Единый, нерожденный, незапятнанный, его следует искать, его следует созерцать, его следует познавать. Воистину, ничего не следует знать, кроме него. Благодаря его познанию, все остальное и становится известно. Вот он, наш Атман в сердце, меньше, чем зерно риса, чем зерно ячменя, чем горчичное семя, содержащее в себе все деяния, все желания, все образы, охватывающее все сущее. Лишь тем мудрецам, которые видят его в самих себя, суждено вечное блаженство. И не иным. Вот он, наш Атман в сердце, больше, чем земля, чем небо, больше, чем эти миры, содержащие в себе все деяния, все желания, все образы, охватывающие все сущее. Лишь тем мудрецам, которые видят его в самих себя, сужден вечный покой. И не иным. Лишь истина побеждает, а не обманчивая. Истинной уготован путь, ведущий ввысь, по которому мудрецы восходят туда, где находится то высшее пристанище истины. Таков мост ведущих бессмертия. Великий переход. Да будет вам счастье в переправе на тот берег истины. Закончив речь, он снял священный шнур. Бросил его на тлеющие угли погребального костра. Поклонился и покинул собравшихся. Его провожали молчаливым поклоном. В воздухе оставалось эхо его рассуждений. Он уже отошел достаточно, когда послышались древние слова из вед, подобающие моменту, которым его провожал домашний жрец царя. Простившись с родными и сложив с себя жертвенный шнур, пусть мудрец уходит в одиночество. Что он съест вечером, то его вечернее возлияние. Что утром, то утреннее. Что в новолуние, то возлияние новолуния. Что в полнолуние, то возлияние полнолуния. Или же пусть отправится в великое странствие, воздерживаясь от пищи. Или войдя в воду, или войдя в огонь. Или погибнув героя. Перед ходом в пещеру у костра сидели две молчаливых фигуры. Аскет со странным, чуть печальным взором созерцал то пламя, то звезды, то редкие облака, луну и суровые силуэты гор. Он вдыхал запахи, прислушивался к звукам ночи. Ученик старался ни единым вздохом не мешать почтенным. Наконец учитель прервал созерцание. Следуй за мной. С этими словами он поднялся на ноги, взял два факела, один протянул ученику и, окинув прощальным взглядом окружающее пространство, вошел в пещеру. Пещера продолжалась вглубь и чуть вниз, разветвляясь, словно лабиринт. Некоторое время они шли молча. Наконец Аскет, остановившись, повернулся к ученику. Он словно всматривался в зеркало. Видел себя, стоящего почтительно с факелом в руке, много времени тому назад. Пришло время нашего прощания. Ты не можешь вступать дальше, вглубь, чтобы не тревожить покой древних. Тут ты можешь созерцать, время от времени выходя в мир. Помни свое обещание. Дождись преемника. И промелькнули в глазах почтенного печаль и сострадание. Аскет повернулся и начал свой последний путь. Несмотря на возраст, на старое тело он шел легко, освобожденный от тяжести той ноши, которую взвалил на плечи ученика. Он вошел вглубь достаточно, нашел ровное место, сел прямо на камень. Он сделал низкий поклон древним. Он знал, их тела находятся в этом лабиринте, в бесконечных ответвлениях и тупиках, засохшие как мумии, с остановленными процессами между жизнью и смертью. Холодный, сухой воздух сохранял их, оберегая от влияния времени. Пришло время присоединиться к ним. Он успокоил дыхание и стал умедлять ритм. Тело одеревенело, он перестал ощущать руки и ноги. Он остановил процессы выделения, пищеварения, дыхания и сердцебиения, один за другим. Отключил чувства и утишил ум. Сделал мысль однонаправленной, постоянно текущей, словно струя очищенного масла. Потом остановил эту струю, словно заморозил. И как огонь лампы, безветренную ночь не колеблется, так же и ум начал освобождаться от игры света и тени, от переплетения истинного и обманчивого. Его дух проник в немысль. Туда, откуда отступает разум, испугавшись величия. Он оказался в центре океана света, по ту сторону мрака. Его личина стала растворяться, и уже не было ничего, чтобы приковывало его очищенный дух в тончайшей сети прошлого, опутающего сознание. Рядом с окоченевшим телом догорел факел. Оно погрузилось в вечный мрак. А дух вступил в абсолютное сознание, где даже мрак становится светом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова